Добрый день. Хочу вас всех поздравить с этим прекрасным залом и с новой библиотекой электронной. Я думаю, я очень уверен в том, что это очень важное дело. Единственное, если бы ресурсы позволяли университету, я бы все-таки не ограничивал студентов в доступе к Wi-Fi. Например, та же Википедия для того, чтобы редактировать ее и вносить какие-то правки, требует источников. То есть нужно каждое предложение свое подтверждать каким-то определенным источником, а иногда создавать специализированные сайты. И вот в этом случае необходим полный доступ в интернет. Это вот мой такой совет. То, о чем бы я хотел поговорить с вами, не имеет прямого отношения к теме современных информационно-коммуникационных технологий. Скорее, это история о том, как использовать современные технологии при достижении стоящих перед вами целей. И это я хочу сделать на примере проекта «Горная Абхазия». Представьте себе место, красота и степень влияния которого, даже в достаточно короткий отрезок времени, нахождение там меняет человека, делает его лучше. Представьте себе, что вы прочли много книг об истории, культуре и традициях вашего народа. Но только соприкоснувшись с природой Абхазии, вы осознаете, что на протяжении веков являлось источником вдохновения и помогло создать и чудом сохранить цивилизацию, стержнем которой стала любовь к родной земле. Земля для нас священна. Это очень глубокое и трепетное отношение человека с природой. Пропуская эти пространства, эти горные пейзажи через себя, благодаря их чистоте мы очищаемся сами. Уединение с природой Абхазии – это самый верный способ понять окружающий нас мир, стать частью этих рек, долин и гор, стать частью абхазской культуры. Задача наших фотографий, наших фильмов и публикаций – привлечь внимание людей. Мы стараемся рассказать о неповторимой красоте высокогорной Абхазии и пробудить желание у жителей нашей страны и всего мира познать эту красоту. Мы хотим, чтобы люди почувствовали ответственность за сохранность и благополучие мира горной Абхазии, открыв для себя ее неповторимую уникальную природу. Мы рассказываем о том, какие виды летнего и зимнего туризма необходимо развивать и что такой подход может стать защитным механизмом для сохранения горной Абхазии. Наше конкурентное преимущество – это наши горы и наша экология. Нужно донести миру, что мы – страна с удивительной природой. Экологический туризм должен постепенно стать приоритетным направлением в сфере туризма, особенно это касается горной части Абхазии. Считаю, что продвижение эксклюзивного туризма, а также активных и экстремальных видов туризма должно стать альтернативой развитию в горах Абхазии крупных горных кластеров. Мир горной Абхазии крайне хрупок, и уже сейчас мы наносим ему такой вред, который не сможем возместить. Мы должны понимать степень экологической опасности. Горы Абхазии – это наше национальное достояние. Путь познания ее, путь познания Абхазии и ее идентичности в отрыве от нашей природы невозможен. Пять лет назад стояла задача создания современного информационного проекта о горной Абхазии. Ставя перед собой эти задачи, мне нужно было понять, как, не имея никаких средств, кроме общедоступных социальных интернет-сетей, привлечь к проекту внимание читателей и возможных спонсоров. Ведь сегодня интернет-пользователям доступны уникальные материалы по всем интересующим им темам, их темам. Очень важно понимать, что уже выработалась определенная форма поиска информации. Люди привыкли получать информацию быстро и легко. Читатель приучен к высокому качеству публикаций. Делая публикации на интернет-площадках, я осознавал, что должен конкурировать за время читателя в привычном ему информационном пространстве. Я начал с поиска и анализа всех доступных площадок для представления информации о горной Абхазии. Все начиналось с личной страницы на Facebook, которая насчитывала около 80 друзей. Помню, как нажимал на кнопки наугад, пытаясь зарегистрироваться в китайской социальной сети. В итоге я зарегистрировался во всех социальных сетях, которые смог найти. Были проанализированы все существующие официальные туристические сайты стран. Просмотрено большое количество тематических фото и видеоматериалов. Внимательно изучал то, как работают популярные блогеры, читал статьи экспертов и разбирался в том, какие возможности дает каждая социальная сеть. Решение было самым очевидным, но и самым сложным. Я начал публиковать только то, что удивляет и может быть интересным. Качество и эксклюзивность публикуемого материала должны были вытянуть проект и привлечь внимание. Пусть это будет одна фотография после 10 дней, проведенных в горах. Пусть это будет видеоролик продолжительностью в одну минуту. И не важно, что ты снимал его 3 месяца. Не должно быть ни одной проходной фотографии или видеоролика. И было совершенно ясное понимание, что с таким подходом работать придется много и долго. Когда в нашем видеоролике вы видите идущие друг за другом планы, порой между ними десятки пройденных километров и месяцы работы. За 5 лет существования проекта я провел в горах Абхазии около 280 съемочных дней. Я полностью сконцентрировался на распространении эксклюзивной, интересной информации о природе Абхазии. Не было попыток заработать на этом деньги, или раскрутить свой сайт, или предложить какую-либо услугу. Любое из этих действий тут же ограничивало бы меня и мешало бы основной задаче и эффективному распространению информации. У каждой социальной сети есть своя специфика. Без понимания всех этих деталей невозможно сделать вашу информационную площадку популярной. К примеру, хэштеги «эффективные в Инстаграм» не так актуальны в Фейсбуке. В Фейсбуке, как, впрочем, во всем интернете, лучше всего распространяется фотография с короткой к ней подписью. Опубликованная ссылка на сайт распространяется значительно хуже. Понимая это, я сделал основным инструментом продвижения проекта фотографию с очень простым посылом. «Природа Абхазии прекрасна, и мы в ответе за ее сохранность». Это главный смысл, который на протяжении пяти лет мы вкладываем в каждую нашу публикацию. На сегодняшний день нашим информационным партнерами является РИА Новости от одной из крупнейших информационных агентств Европы. Сотрудничество с ними дает нам охват аудитории в 3 миллиона человек. Региональные телеканалы «Глазами туриста и живая природа» вещают в 10 городах России, а аудитория – около 2 миллионов человек. National Geographic России – бренд мирового уровня. Стал в 2016 году нашим информационным партнером. Охват его российской части в интернет-пространстве около 1,5 миллиона человек. Сайт «Моя планета», признанный National Geographic лучшим русскоязычным ресурсом о путешествиях, в 2015 году отобралось с 3000 поданных заявок наш проект номинации «Лучший фоторепортаж о путешествии» и «Лучший видеорепортаж о путешествии». Мы получили первое место в номинации «Лучший фоторепортаж о путешествии». Значимым событием стало и то, что ведущий мировой производитель экипировки для экспедиций «Нордфейс» стал экипировочным партнером наших зимних экспедиций 2016 года. Мы не заплатили ни одной из вышеперечисленных организаций, предоставивших нам многомиллионную аудиторию. Цель привлечения аудитории за счет качества создаваемой продукции была достигнута. Конечно, при реализации проекта было много трудностей. В начале работы сложно было донести до возможных спонсоров значимость целей и задач. Мне отказывали в поддержке со словами «Это коммерческий и туристический проект. Откройте свою турфирму». Убедить в обратном было крайне сложно. Рассказ об организации и осуществлении экспедиции мог бы быть темой для отдельной презентации, впрочем, как и другие темы, которые затрагивает наш проект. Многое из нашей экспедиционной жизни остается за кадром. Очевидно, что это самая сложная часть проекта. Были годы, когда финансирования не было, но проект не останавливался. Нужно просто любить свое дело и отдаваться ему полностью, не требуя взамен комфортных условий и гарантий успеха. Это касается каждого из вас, чем бы вы ни планировали заниматься. Сложно было подступиться к проекту с зимними экспедициями. Он требовал существенных финансовых затрат и был связан с большим количеством рисков. Только спустя 4 года получилось привлечь серьезные спонсорские вложения. Безусловно, без помощи президента и компании «Аквафон» я бы не смог вывести проект на новый качественный уровень. Теперь, когда мы приобрели определенную популярность, сложно сохранить уровень и ритм экспедиции 2015 года. По объективным финансовым причинам мы не можем, к примеру, стать проектом одного из местных телевизионных каналов, как это происходит с успешными медиапроектами в других странах. В 2016 году при реализации зимних экспедиций моей основной задачей стал поиск более доступной формы дальнейшего осуществления проекта. Это относится и к технической, и к финансовой части. Но при этих ограничениях и при таком насыщенном прошедшем году я думал о том, как сделать то, что удивит и вдохновит наших читателей, откроет новые грани красоты горной Абхазии. С этими мыслями я начинал зимние экспедиции 2016 года, продрившиеся более двух месяцев и ставшие первой зимовкой в горах Абхазии за последние 25 лет. Сейчас я хочу показать вам несколько фотографий с этих экспедиций. Это, так скажем, наш быт. Мы приблизительно живем в таких условиях, когда выходим из базового лагеря. Но я сейчас вернусь к летней части. Вот это одна из тех фотографий, которые опубликовала National Geographic. И, в общем-то, она была признана, так скажем, одной из лучших фотографий нашего проекта. И на самом деле, вот бывает, что ты тратишь месяцы или годы даже для того, чтобы сделать фотографии. То есть бывает, ты знаешь место, ты приходишь к нему, но, к сожалению, в этот момент пошел дождь, и все закрыло туманом, и у тебя не получается. И бывает, что ты вот из года в год возвращаешься к этим местам для того, чтобы показать их красоту, раскрыть ее для читателя. А вот я две фотографии сейчас вам покажу. Это пример того, как мы работаем. То есть вот, например, мы сначала ходим по всем этим хребтам для того, чтобы, когда собираешь видеоматериал, необходимо, для того, чтобы заявить то же озеро, необходимо собрать какое-то количество планов. И вот в нашем случае это значит пойти на этот хребет, потом пойти на этот хребет. И вот, например, это с одной стороны озера фотография сделанная, а это уже вот, то есть я оттуда делал эту фотографию. И потом мы потратили несколько часов для того, чтобы сделать еще один план. Ну и, безусловно, это все связано с большим количеством груза, который мы носим на себе. Но мы вдохновляемся красотой природы Горной Абхазии и делаем это с удовольствием. Это вот наша звездочка 2016 года. Фотографию опубликовали тоже в разных новостных изданиях. Это маламут. Живет он на Аватхаре. Сейчас тоже там находится. Вот таким образом мы буквально плавали в снегах Аватхары. То есть это, как вы знаете, в Абхазии уникальный субтропический снег. И он как бы ложится таким очень, так называемым, пухлым снегом. И все в нем буквально тонет. То есть будете вы на лыжах или будете вы на снегоходе, вы полностью будете в этом снегу тонуть. И, конечно же, это было настоящее испытание для нас. Но с другой стороны, вот видите, какая сказка, да? То есть какой новый опыт я для себя получил? На моих глазах создавался сказочный мир, с которым я соприкасался. И на моих же глазах постепенно он уходил. И в этом, конечно, есть тоже какой-то опыт, с которым с нами делится природа, наша природа. Вот еще один пример того, как мы там... Вот такая погода приблизительно была месяц в горах. Потом у нас было несколько дней хорошей погоды. И потом опять несколько недель снега. Но, с другой стороны, я очень доволен тем, что у меня получилось... А можно микрофон? С другой стороны, я доволен тем, что получилось наконец-таки показать плохую погоду, сконцентрироваться на ней. Единственное, что я хотел бы сказать, Конечно, мы вот буквально год назад писали статьи о том, что как необходимо открыть базу в горах Абхазии. Меня слышно? Да? Хорошо. И так произошло, что мои друзья открыли турбазу Аджара на Аватхаре. И это тут же открыло нам огромные возможности. То есть, если раньше находиться при минус 20 градусах и с забросом на вертолете можно было не больше 10 дней, то теперь у нас открывались огромные возможности для того, чтобы познавать горную Абхазию. И самым главным для меня таким ощущением было, которое я вдруг осознал, это возвращение домой. И мне бы очень хотелось, чтобы вы для себя это тоже поняли и почувствовали. Мы забыли о том, что горы Абхазии – это наш дом. То есть, мы сегодня говорим, безусловно, о том, что есть определенные священные места для нас, к которым даже не каждый из нас имеет право доступа по нашим традициям. Но все-таки не стоит забивать, что горы – это почти 80% нашей территории. И буквально 100 лет назад мы там жили. Там были огромные поселения наши. И вот ваша основная задача, ну как мне кажется, вашего поколения, это вернуть себе это ощущение, стать хозяевами вашей земли. Даже не хозяевами, а ощутить родство с этим местом. Частью, стать частью, да, безусловно. Хозяевами – это она наша хозяйка, так скажем. Это вот, да, бывало, когда я забывал одеть специальную маску и при минус 20 вот таким образом липал на снегоходе, когда едешь, лип снег к бороде. А это вот такие рассветы мы наблюдали каждый день из нашего домика. Это горный массив Чха и долина Аватхара. Это замерзшие водопады Аватхары. Вот, и далее я сейчас пойду по тексту и потом еще немножечко вам расскажу. Даже когда отдаешь все силы на экспедицию, нет гарантии, что природа в этот раз откроется тебе. В январе этого года мы месяц ждали хорошей погоды. Вместо задачи запечатлить горную Абхазию зимой, мне пришлось переключиться на рассказ о непростых условиях зимовки в горах Абхазии и о трудностях, с которыми мы сталкивались постоянно. Температура воздуха падала до минус 25. Дорога к лице, которую мы на снегоходе проезжали за 40 минут, после выпавшего пухлого снега, пришлось буквально откапывать 4 дня. Мы тонули в снегах Аватхары. Глубина снежного покрова достигала 3 метров. И вот спустя месяц замерзшая лица открылась не так, как никогда до этого. Ни одному другому фотограмму. Сейчас я дойду до замерзшей лиц. Буквально еще не посмотрите. Это вот такие лавины. На пути от лицы до Аватхары 7 таких лавин. Бывало, что ты копаешь 2 часа эту лавину и возвращаясь назад, буквально через полчаса она была заново засыпана. Конечно, и тогда перед нами стояла задача все-таки добраться до Арицы, потому что это жизнь. И это были очень тяжелые физические испытания, но мы при этом, конечно, были очень довольны. А вот таким образом выглядит наша ГЭС. То есть она при минус 17, ГЭС, река замерзает, и наша ГЭС тоже полностью замерзала. Но было удивлением, когда при минус 20 замерз наш дизельный генератор. После этого мы хранили топливо у печки, чтобы оно не замерзало. То есть на самом деле было очень много интересного жизненного опыта, который нам дала эта зимовка. Это вот мы откапывали наши дрова, которые засыпало снегом, и вы видите, сколько снега выпало. Можно по крыше посмотреть. На тот момент было больше 3 метров снега. И еще, конечно, сложностью было то, что некоторые водопады, которые пересекают дорогу, они не замерзали. И порой приходилось там, бывало так, что и снегоход переворачивался в этих речках, водопадах, и приходилось по колено в этой воде при минус 25 переворачивании снегохода, откапывать подъемы и спуски. Ну, в общем-то, это было классное приключение. А это вот мы здесь пилим дерево, которое перегородило нам дорогу. Вот, собственно говоря, вот эта фотография, для меня после месяца работы, ну, да даже месяца как бы не работы, как фотограф или оператора, а вот месяца погружения в эту атмосферу, получилось сделать, как мне кажется, одну фотографию, но она того стоила. И мы впервые показали замерзшую рицу еще и с этого ракурса. Безусловно, есть фотографии замерзшей рицы. И, кстати, до сих пор, до сих пор ходит спор о том, замерзает рица или нет. Мне пишут письма, что я обманываю людей, что это фотошоп, и что рица не замерзает. И это еще раз говорит о том, насколько мы отдалились от нашей природы, о том, что мы знаем о нашей земле. Рица замерзает ежегодно. Ну, бывает там годы, когда она не замерзает, да? Но в этом нет... С одной стороны, это невероятное чудо, это невероятная красота, но ничего сверхъестественного в этом нет. И мы должны, еще раз говорю, мы должны знать нашу землю. И не должны настолько сильно заблуждаться в знаниях о ней. В заключении хочу завершить мое выступление словами из фильма «Горная Абхазия. Зима». Абсны — страна души. Души моего народа. Абсуа — страна тайного духа природы. Корень абсы пронизывает весь абхазский язык. Абсы — душа. Вода. Абсабара — природа. Абсад — гилродина. Абстазара — жизнь. Абсра — смерть. В слове абсура, самым важным в нашем самосознании, есть душа. Абсура — это сущность, моральный абсолют, совесть моего народа. То, что нам никак нельзя утерять. В нашем языке сохранилось древнейшее знание. Душа во всем. В природе, в воде, в дереве, в птице и в звере, в человеке, в его труде, в его совести, в смерти и в жизни. Все едино. Это самое главное знание. Спасибо за внимание. Удалось подойти к рице и посмотреть толщину? Да. Вы знаете, я за год до этого ходил на рицу замерзшую. И прежде чем найти до середины озера и сделать там несколько фотографий, я пытался ножом продолбить лед. Ну, как бы вот толщина леда, ну, я не смог до конца продолбить, но приблизительно вот столько было. Я был на середине озера, да, у меня есть фотография. Это вот после того, как я выложил эту фотографию, мне вот писали и говорили, что я обманываю людей. Это было дело. Спасибо. Да, если есть вопросы, я готов ответить. Я бы хотела узнать, почему такой большой вклад фотографа и узнать, кто это, и, возможно, вообще с этим человеком познакомиться. Спасибо, это я. То есть, значит, да, я расскажу. Я прошу прощения, да. Ну, значит, проекту 5 лет, и из этих 5 лет 4 года в основном делаю фотографии, снимаю видео я. Но вот получилось в прошлом году привлечь моих друзей, операторов из России и абхазского фотографа Алана Вауба. И вот 2015 год в этом смысле отличается. это было вот такое вот сотрудничество наше совместное. Но в основном это мои фотографии, да. С удовольствием познакомлюсь с вами. Хороший вопрос. Ну так, давайте, вот я в университете, и вот первый раз выступаю. И, конечно же, вы знаете, задач очень много перед нами стоит. И я понимаю, что невозможно, не подняв, например, вас в горы, не влюбить в них. И можно очень много говорить об этом, но главное почувствовать. Поэтому, если мы совместно какой-то проект разработаем, совместно с вами, да, со студентами, то я с удовольствием подниму вас, расскажу вам. Вот, поэтому давайте. Да. А мы, в частности, как-то обсуждали перед презентацией, да, мы еще раз хотели себя закрепить. Не было ли такого страха, когда ты поднимался и фотографировал всю эту первозданную красоту, что кто-то когда-то додумается при внести туда все, что не надо туда приносить, да, из печального других стран. Это единственное, что у нас сохранилось, и трону, как у нас наше совместное слово. Ну, это самый распространенный вопрос, который мне задают. Понимаете, в чем дело? Тенденция, динамика уже определенная есть. И вот одна из наших задач, это сформировать, ну, я прямо говорю, сформировать общественное мнение того, как нужно развивать горную Абхазию. Для того, чтобы и донести до вас, какие могут быть пути развития, какие могут быть риски. Почему это нецелесообразно с точки зрения ведения бизнеса, например, создания крупных горных кластеров, когда есть такие серьезные конкуренты, как, например, Красная Поляна с одной стороны, в Грузии это Бакуриане, на Северном Кавказе есть тоже достаточно хорошие курорты. Просто если мы сейчас не начнем говорить об этом, если мы сейчас не начнем формировать общественное мнение, то когда придет крупный бизнес, и он предложит, значит, вот создать такой центр, у вас должно быть понимание, почему нельзя этого делать. Почему, то есть я уже говорил о наших традициях, со всех сторон, как ни посмотри, с точки зрения экологии, с точки зрения нашего мира ощущения, с точки зрения бизнеса, строительство крупных горных кластеров не должно произойти этого строительства у нас. И поэтому я не воспринимаю, то есть я не воспринимаю этот момент так, что вот я открыл какую-то красоту, и вот теперь они побегут. Они уже бегут, они уже есть. Есть желающие, есть инвесторы, которые хотели бы прийти в Абхазию и взять горы, долины. То есть вы должны понимать, там Россия огромная, у нее есть сотни этих долин и вершин, а у нас этих долин несколько, и каждую из них мы должны беречь. И очень трепетно должны относиться к ним. Противоречий нет между тем, что вы в социальных сетях распространяете информацию о нашей красоте, и в том, что мы говорим о том, что мы кого-то сюда сможем не пустить. Значит, на каком уровне тогда мы привлекаем внимание жителей этой планеты, значит, вот подпускает как обозрение наших растут через вашу портал, через вашу, что есть. Нет ли, что проделать? Спасибо, хороший вопрос. Смотрите, когда мы рассказываем, каждый раз, когда мы рассказываем о горной Абхазии, мы предлагаем именно определенным образом ее познавать. То есть мы не предлагаем, опять-таки, приехать туда, заасфальтировать какую-то поляну, поставить там все, что удобно человеку, удобно в его городской жизни, и жить именно этой жизнью. Мы предлагаем именно развитие экологического туризма и настаиваем на этом. И опять-таки, если учесть, как далеки мы сейчас, к сожалению, от понимания экологического туризма в нашем обществе, вот мы ставим перед собой задачу, как можно больше рассказывать об этом, чтобы и, собственно говоря, навязывать эту идею. То есть развитие именно экологического туризма, именно активных видов туризма, которые меньше всего влияют на горы. Вот, например, возьмем зимний туризм, мы два месяца сейчас были в горах, и в прошлый год тоже были. Мы предлагаем развивать именно так называемые виды туризма, скит-тур, например, или фрирайд, или хелиски, бэк-кантри. Скит-тур – это подняться на лыжах с целью потом спуститься с вершины. Фрирайд – это катание в лесной зоне. То есть или там хелиски – это вообще подняли на вертолете, ну, люди обеспеченные, кто может себе позволить, и он скатился. Все, люди уехали на снегоходах, улетели на вертолетах, на природу это никак не влияет. И у меня очень часто споры именно о том с Абхазами, именно о том, а почему нельзя построить здесь еще одну Красную Поляну, что это так раз и плохо, вот удобно, поднялся, все хорошо. Но, к слову сказать, Красная Поляна – это проект, который еще очень долго будет окупаться. И не факт, точнее не факт, я совершенно уверен в том, что если для России, для огромной России, это очень такой сложный, тяжелый проект, для Абхазии такие проекты неподъемные, не нужно себя обманывать и искушать большими проектами, большими деньгами, мы их не вытянем. И самая главная наша ценность и то, что будет притягивать туристов миллионами – это наша природа, и мы должны ее сохранять, должны очень бережно ее преподносить, не разрушая ее. Вот это наш основной посыл, это то, что мы пытаемся сказать. У нас как бы несколько человек, энтузиастов, но я надеюсь, со временем такое отношение к природе будет у большинства в Абхазии. То есть противоречия есть, альтернатива, разрешение этого противоречия, создание таких вот точечных сетей, точечных центров, которые могут обеспечить вот эти тропочки, туристические походы для разного уровня. Значит, те, кто хочет посмотреть так? Именно так. Мы вот написали большую статью и обращались за помощью в этом к разным экспертам. Наша идея о развитии горного туризма, вот как мы видим в идеале, да? То есть, в принципе, Абхазия – одна из немногих стран, которая может сказать, что у нас самые глубокие пещеры в мире, у нас уникальные озера, уникальная вода. Все время слово «уникальное» и «единственное в мире», да? И поэтому мы должны это ценить. То есть, вот, например, тот же Гагарский хребет, он уникален. Нет такого второго места нигде в мире. Мы являемся местом, где находятся самые глубокие пещеры в мире. Ни одна, ни две, ни три, понимаете? И там уникальные карстовые реки, например. Поэтому, начиная от Гагарского хребта и заканчивая всеми районами Абхазии, мы в итоге должны их соединить в такие туристические центры. Например, это, еще раз, Гагарский хребет, это Аватхара, это Псху. Это Ткварчальский район. То есть, в принципе, все наши горы, они невероятно разнообразны. Они вот прямо делятся по районам. То есть, в корне отличается Гагарский хребет, например, от хребта Панаю, да, в районе Ткварчала. И вот мы предлагаем создать сеть, сеть таких туристических центров, домиков, шале, как угодно. Но главное, с минимальным воздействием на экологию. Это был один момент, в котором мы уже говорили. Наши туристы, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, вы знаете, это замечательное событие городу Санкт-Петербурге. И вот, в занимании, просто, сеть вашего проекта, сеть вашего проекта, сеть, сеть, заключена в ознакомление на самих, о горной Абхазии. Спасибо. Значит, ну знаете как, самая главная цель, я уже сказал, то есть, это сохранить природу горной Абхазии. Для меня самая главная цель. Но, безусловно, у проекта много целей. Да, мы, поймите, если мы не воспитаем молодое поколение, если мы не объясним ему значимость природы Горной Абхазии, то ведь самым главным хранителем нашей природы являетесь вы, то есть являются жители Абхазии. И поэтому без этого, предлагая туристу какие-либо услуги, если сюда он приезжает, и здесь нет человека, который ему скажет, как нужно себя вести, как нужно оберегать природу. Хотя вот тут нужно заметить, что в принципе туристы, именно те горники, которые ходят по горам, у них у всех есть определенное отношение к природе. И не тот среднестатистический турист, который на автобусе приезжает на Рицу посмотреть, а тот, кто именно в горы поднимается, он никогда не оставит после себя мусор. И тут я хотел бы, кстати, высказать претензию в первую очередь нашим охотникам. То есть когда я вижу мусор вдали от людей, это в основном мусор от наших охотников. Это там полиэтиленовые пакеты и так далее, и так далее. Поэтому моя главная задача, ну и задача всех, кто заинтересован в сохранении экологии, это донести до местных жителей, безусловно, но и потом предложить горную Абхазию именно такую. То есть задача сконцентрировать внимание на том, как можно развивать туризм в Абхазии. Потому что просто убрать его не получится. Если прислушаться к нашим экологам, ну или вообще там к экологам, то вообще было бы хорошо, чтобы на земле не было людей. Безусловно, для экологии это было бы очень здорово. Но, к сожалению, мы в другом мире живем. Спасибо. Спасибо. Да. Да, я вас понял. Ну, вообще, когда возникают сложности, они возникают, и иногда, ну, к сожалению, бывают моменты крайне опасные для жизни, и физически просто бывает тяжело. Но, честно говоря, последние два года даже в самые трудные минуты не возникает желания убежать, потому что внутренне я перестроился, я по-другому отношусь к горам. Если что-то произошло, то это моя вина. И у меня нет чувства страха, и всегда есть чувство благодарности за то, чем они, тем опытом, которым они делятся со мной, теми знаниями, которые они делятся. Поэтому тут, конечно, для человека начинающего нужно быть очень аккуратным, нужно понимать, сколько опасностей таит себе горная Абхазия, да и любые горы. Вот, но вот нет, безусловно, скучаешь по семье, хочешь домой, это, конечно. Но, скорее, наверное, хочешь их притащить в горы, чем сам спуститься. Да, да, безусловно, да. Это я как бы не скрываю этого, я могу честно сказать, я с годами по-настоящему одержим стал горами. И там нахождение 2-3 недели дома уже всё, для меня тяжело переносится. Ну, вот, насчёт этих охотников, которые называются охотниками, но есть ли они недобросовестные, которые, как я сказал, уже мусорят, которые стреляют на всё, что движется, и вот, мне интересно, ты сам как путешественник чувствуешь, что это флора, на который не хватает пау, то есть как раньше, сейчас? Ну, у нас, знаете, какая проблема? Туда, куда легко добраться, там, конечно, летом просто тебе поспать не дадут от выстрелов охотничьих ружей. Но я бываю в тех местах, которые вот всё-таки не так легко доступны. Наверное, нужно вот разобраться, ну, и вроде бы сейчас делаются какие-то шаги с тем же Ритцинским национальным парком. Я знаю, что туда закрыт доступ для охотников, даже если они там куда-то в другое место едут. Вот, с этими местами нужно разобраться. Но я вам честно скажу, на самом деле, в большинстве своём горная Абхазия, она восстановилась. И это можно понять и по молодым лесам, и по количеству, там, то и тех же Сирн, Касуль. Да, да, конечно, да. Но я вот спустя пять лет, я всё-таки думаю о том, чтобы взять с собой охотничье ружьё, потому что я его с собой не ношу. И просто последний раз я за несколько часов на хождение по горам столкнулся с четырьмя медведями. И в том числе, кстати, я столкнулся... Ну, вот было буквально в 15 метрах от меня был медведь. Но, слава богу, они меня все боятся, убегают. Спасибо охотникам, кстати. Вот. И был уникальный случай, когда я сфотографировал белого медведя, альбиноса. Это было на Санчере. Два медведя шли, и один из них был белый. К сожалению, у меня под рукой был не тот объектив, который как бы нужен, когда он был в двухстах метрах от меня. Но фотография есть, и есть силуэт двух медведей. Тоже для меня был такой интересный опыт. То есть, с хауна на вашем порядке? Ну, нет, ещё раз говорю. Там, где есть доступ к человеку, куда он может приехать на машине или там недолго пройтись, там, конечно, ситуация крайне сложная. И вообще, на самом деле, я говорил о том, что экологическая ситуация у нас сложная. Вот там, куда мы наши руки добрались, она действительно, ну, просто критическая. И мы должны это понимать. Должны понимать, что всё-таки, ещё раз я вам говорю, если мы сейчас уничтожим вот эти объекты природные, да. Вот я очень благодарен директору Рицинского национального парка. Год назад она сказала о том, что озеро Рицца заболачивается. До этого все об этом молчали. То есть, значит, всё дно озера Рицца покрыто строительным мусором. И вот мне интересно, вот что мы скажем следующему поколению, когда озеро превратится в болото. Что мы были заняты какими-то другими вещами. У нас есть второе такое озеро в нашей стране. И, ну, то есть, нам всё-таки нужно понять, что есть и другие ценности, очень важные для нас, кроме, например, такой ставшей популярной политики. Вот, и, в общем, я вас тоже призываю к этому. Вы, опять-таки, вы молодое поколение, у вас есть много времени, у вас есть много сил. Посмотрите в эту сторону, понимаете. То есть, вот, начинайте создавать проекты, которые помогут сохранить нашу природу. Спасибо. Всё. Спасибо.